Добрый день! Я рада всех приветствовать на своем канале Моя Тепличка. Сегодня я хочу поделиться с вами идеей, да, можно сказать так, как нам сделать из обыкновенных пластиковых стаканчиков мини-тепличку или там мини-парничок, как хотите, так и называйте, которая нам послужит не один раз и даже не один год. Вот в мини-такие парнички можно высевать любые семена. Идеальный способ для черенкования. Вот мне дали красивую просто пеларгонию вьющуюся, я обмакнула в корневинчике, присадила, и идеальная получилась тепличка. Также вот я, например, хочу показать, как это быстренько делается, и взяла любой томат. Мы берем, ребята, всегда в любом стаканчике, в любой высоте, мы, конечно же, срезаем вот этот ободочек, потому что вы тогда не накроете вторым стаканчиком, то есть он не пройдет из-за этого ободочка. Внизу, конечно же, мы обрезаем для дренажа, чтобы были у нас дырочки. Все. И наполняем грунтом. Грунт, конечно же, я делаю, ребята, биогумос от ткаченка, немножечко перлита или вермикулита, что у вас есть. Ну, у меня под рукой всегда вермикулит, поэтому делаем вот такую гремучую смесь. Я проливаю, ребята, все, хочу купить что-то хорошее, но пока у меня нет, поэтому я проливаю обыкновенной нашей марганцовочкой. Видно хоть, что это марганцовочка. Землю проливаю марганцовкой, потому что я еще немножко сюда добавила своей земли. Боюсь, что какая-нибудь, ну, в общем, от всякой патогенной флоры. Все-таки немножко я проливаю землю марганцовочкой. Все, ребята, поехали, посадим вот такого красивого толстопуза. И вы знаете, вы скажете, если даже, типа, пропадет моя рассада. Не пропадет. Я впоследствии, когда она у меня уже подрастет, я просто обрежу ее макушечку и заново присажу. Я видела такой способ. Конечно, я сама его не пробовала, но в этом году я хочу попробовать сделать именно так. Говорят, урожайность зашкаливающая. Говорят, способ идеальный. Поэтому давайте попробуем. И мы с вами точно так поэкспериментируем. И теперь, и не открою. И попробуем точно так потом макушечку обрезать и заново присадить наши же томатики. Так, ребятки, вот такая вот... Ой, еле пачку открыла. Вот честно, это какой-то ужас. Вот такие вот дела. Ну, вот как-то мне семена здесь не особо нравятся. Ну, ерунда. Посмотрим, какая будет схожа. Все. И проливаю вот так вот водичкой. Ой, какая у меня тоже идея неплохая. Из-под краски, ребята, вообще идеально поливать. Вот такие вот мелкосемянные. Все, немножечко сверху я присыплю. Вот так. На один примерно сантиметр. Вот такая вот красотулечка. Все, ребята. И сейчас накроем второй... Вторым, то есть стаканчиком. И у меня получится идеальная тепличка для моей... Для моей, как говорится, рассады. Теперь знаете, что можно сделать? Можно даже вот так вот отрезать и написать, какого числа, например, вы посадили вот так вот. Своё толстопус, да, например, подписать сверху и число. Может быть, кому-то вот такая вот моя идея пригодится. Может быть, кто-то и не знал. Хотя, думаю, что многие знали, что можно за три секундочки сделать себе вот такие вот мини-теплички. А с вами была Вера и мой канал Моя Тепличка. До новых встреч, ребята. Всем нам хороших урожаев!